Всех приветствую на своем канале. Я продолжаю свои отзывы на продукты Ставан Рик. Я тестировала около недели их на себе и... В общем, очень классная вещь. Единственное, я, конечно, лоханулась. Я просто посмотрела, что там два в одном. Я очень люблю вот эти герри-шампунь два в одном. Во-первых, удобно, поехал куда-то, взял с собой. Во-вторых, вот деревня, тут тоже оптимальный вариант. Если душ, допустим, сверху и на улице, и тепло, то палил на голову, немножко на тело и весь в шоколаде, точнее, в пене, да, все помылся. Это у нас оказалось... Почему-то вот для женщин я очень редко встречаю, я даже не видела на самом деле ни разу. Обычно это в категории для мужчин стоит, но очень редко, когда унисексовая определяется. В общем, шампунь и гель для душа для мужчин два в одном. Саванни, Хэрбоди, Меллоу, Мелон. Ну, короче, этот, не так, наверное, прочитала. Дыня это у нас. Во-первых, я с дыней никогда ничего не видела. Я с дыней на самом деле дышу очень ровно. Дыню я, конечно, люблю есть, но, допустим, если лежит арбуз и дыня, я выбираю арбуз. Но иногда дыня бывает вкусная и сладкая. Это в том плане. Косметики я дыню вообще никогда не встречала до Саванни. Вот здесь, в общем, это шампунь и гель для душа. Масл два в одном. Дыня. Тут у нас активные компоненты. Экстракт дыни, масло абрикосовых косточек, жжоба и оливы. Протеин, провитамин В5 и алантаин. Без СЛС и парабенов. 100% органик. Тут 250 мл. Он стоит 240 рублей. И он очень экономичен. Я, когда получила посылку, первым делом, чего захотела, принять душ. Точнее, я пришла домой, и что, мне так жарко, жарко захотелось мне в душку после снятия видео о посылке. Ссылка будет под видео. Вот ссылка и на сам продукт, на шампунь вот этот, и на сам сайт, просто на его ассортимент. И, соответственно, будет ссылка в конце видео на видос с обзором посылки. С кратким обзором посылки. В общем, очень-очень экономичный самка. Гель для душа совсем чуть-чуть. Вот раньше такие были, пока еще и во Франции делали, или в Италии еще гель там делали. В общем, Жордан-де-Монт, Ифрошевский гель, совсем маленькая капелька. Я помню тогда, в 2011 году, первый раз, когда я купила Ифрошевский гель маленький. И лотос у меня был, насколько я помню, капелька, и много пены. А я очень люблю пену, ну и кто не первый день смотрит мои видео, конечно, в курсе, что я люблю пену. Очень такую хорошую пену. Он очень хорошо пенится. Он дает шикарную пену, я его даже хотела попробовать как пену для мам, но еще вот так вот что-то руки не дошли. Ну и совсем чуть-чуть на губку, и хватит за глаза и уши. И как шампунь, он тоже очень экономичный. И в общем, буквально две капельки, я первый раз с таким сталкиваюсь, что вот обычно он там, допустим, густой, две капли надо развести водой на волосы. А тут буквально реально две-три капли на ладошку, и он очень хорошо промывает волосы. Во-первых, до скрипа, но не такого, что совсем уж скрипит, но до скрипа. И во-вторых, он не спутывает волосы совершенно. У меня волосы тонкие и жидкие, жирные, жидкие, тонкие волосы, да. И обычно, когда у меня волосы скрипят после шампуня, мне нужно или бальзам, или кондиционер, или что-то такое. Ну, в общем, что-то такое надо, и они по-любому будут спутываться. По качеству промывания волос он мне напоминает гримамовский с вишней. У них есть такой шампунь, там, кажется, от перхоти, но я его пользую чисто из-за того, что в составе у него вишни, он пахнет вишней. В общем, волосы мягкие, волосы сохраняют свежесть до конца дня. Вот я сейчас снимаю, у меня по времени, без 10-10 вечера. И волосы у меня нормальные, не вещатся с ульками, как от других каких-нибудь шампуней. Не фиг знает какие, без объема или еще что-то. Они мягкие, они чистые, они свежие. И, допустим, если я утром просыпаюсь, то где-то вот... Конечно, я мою голову каждый день, но вот где-то до середины дня они еще чистые. В общем, если вы куда-то там вдруг собрались, там, вечеринка какая-то или еще что-то, вы можете не беспокоиться, если вы мыли голову вот этим вот шампунем два в одном. Ну да, если, конечно, вас не исключает то, что он для него, а не для нее. А вы при этом женщина, да? А он типа для мужчин. Я думаю, он без разницы, мужчина или женщина там была им. Потому что мне кажется, это универсальный шампунчик такой. Если уж он два в одном для волос и тела, то, значит, он, в принципе, сам по себе уже универсальный. И для мужчин, для женщин, возможно, даже для детей. И если вы куда-то собираетесь, мне кажется, что вот за прическу можно не волноваться, а волосы станутся чистыми. То чисто для жирных волос, я не знаю, как, конечно, он поведет себя с сухими там или с нормальными волосами типом. Потому что у меня-то тонкие, жирные. Но вот именно такое ощущение. Я вот очень давно не видела такого, чтобы волосы были до конца дня в нормальном состоянии. В общем, плюс у него экономичен, хорошо промывает, он не спутывает. Волосы чистые и блестят, точнее, скрипят и при этом не спутываются. Потом у меня от него волосы намного быстрее сохли, чем от какого-нибудь другого шампуня. Даже, допустим, от Organic Shop или Organic Kitchen. Ну, просто в сравнении. И как гель для душа. Он не сушит кожу. После него не надо никаких этих лосьонок. Ну, я, конечно, чисто тестировала йогурт для тела клубничный. Как он тут? Клубничный мусс. Клубничный мусс называлась и соль, и, точнее, пена для ванн. И вот это вот. Ну, много там еще клубничного мусса у них вообще есть. Клубника в цене. Клубника вообще хорошая вещь. Не только поесть, но еще и для тела. Для кожи, точнее. Ну, и, в общем, гель, он не сушит кожу вообще. Я вот выходила, мне обычно все равно после какого-либо геля приходилось хоть какую-то часть кожи, там, где-то, даже местами на руках, вот, ну, чувствовалось, что стянутая какая-то сухость. Здесь вообще ничего не надо. В общем, вообще универсальное средство. Экономичное даже в том, экономичное в том плане, что вот куда-то поехал, много вещей, да, не возьмешь и сумку положил. И заменяет и шампунь, и гель для душа, и потом не надо никаких лосьонов, бальзамов, увлажнялок для кожи. Очень-очень классная вещь. Ну, и он пахнет очень приятным. Сладенько так. Наверное, все-таки дыни. Я не помню, как дыня на самом деле пахнет, потому что я обычно еду и ем. Но вот он что-то такое напоминает дыневое. Плюс он удобный такой флакон и дозатор. Вот мне такие дозаторы очень нравятся. Тут больше, чем нужно при всем желании не выдавиться, не выриться. Ну, конечно, если постараться, то можно вырить у меня вот сегодня как-то это на ладонь. Что-то я как-то очень сильно его треканула, надавила. Ну, и он, не сказать, что жидкий, не сказать, что густой, такой средней консистенции гелеобразной. Я думаю, тут видно. Ну, и, конечно, кто-то может сказать, что я многое стратила, но вот то, что вот сейчас вот здесь вот есть, да, вот это вот. Где-то не полный флакон, по-моему, был как-то вот так. У меня обычно вот такое вот тратится, допустим, и хрошевский гель для душа на два раза. Вот этого мне бы на два раза геля для душа хватило, и хрошевского, допустим. Или гринмаморского шампуня раза на два бы хватило, ну, максимум на три. Так что вот это вот со вторника по субботу, плюс душ я принимала не по разу за день, ну, и голову мало каждый день, да. Я считаю, что это очень нормально. Это даже сверх нормально. Ну, и сама цена, допустим, 240 рублей за 250 миллилитров. Два в одном это вообще очень. Я даже думаю, что это дешево, потому что, в принципе, вот гринмамовские шампуни я покупала, и еще там какие-нибудь, ну, любой другой марки, мне кажется, как-то там вот даже качество, цена, и то, что вот он сам по себе натуральный состав, да, живет он 12 месяцев, ну, и сделан он у нас 9 марта этого года. Я считаю, что это очень большой плюс. В общем, я в восторге от этого шампуня, и я, в принципе, его вам очень советую. У кого жирные волосы, я советую вообще, потому что я не знаю, как он, допустим, с другими волосами будет сочетаться. Ну, и на самом деле, там, в этой серии для него было три шампуня, и на этот тупо не было отзывов. Мне очень хотелось, ну, меня так удивило, почему на него нет отзывов. Я решила, что буду первой, кто оставит этот отзыв. Ну, там отзыв, конечно, под продуктом есть, и по ссылке, если вам интересно, можете пойти почитать. Мои восторги. В общем, вот такое видео. Я надеюсь, вам захотелось попробовать или хотя бы просто пойти по ссылке, и вам это было чем-то полезным, особенно тем, возможно, кто не смотрит с жидкими, жирными, тонкими волосами. Или хотя бы просто с тонкими волосами, или просто с жирными волосами. Ну, и тех, кто любит вот два в одном вот эти гели и шампуни. Ключи, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, мне будет приятно. И, я думаю, компания Савандрик тоже. Ну, всем спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok